Ограничение маски, продолжающееся вакцинирование в школах, активная работа центра вакцинации в столичной мэрии, возможность получить прививку в торговых центрах Таллина в грядущие выходные. Это круг тем, которые можно адресовать к нашему гостю, руководителю Ляной Таллинской центральной больницы Аркадию Папову. Аркадий, добрый вечер. Добрый вечер. В последнее время было принято решение немного изменить тактику вакцинации. И, как вы сказали в одном интервью, нужно идти навстречу людям, то есть туда, где они бывают каждый день. Это вот в торговые центры, на различные мероприятия. Насколько оправдывает себя эта тактика? Тактика себя оправдывает хорошо. Но при том, что, в общем-то, интерес к вакцинации, что понятно, начинает снижаться по той причине, что мы вакцинируем все больше и больше людей. И те люди, которые хотели себе сделать вакцину, в большинстве своем ее уже сделали. Но, несмотря на это, наши мобильные пункты вакцинации и так называемая вакцинационная скорая помощь, которая приезжает прямо, можно сказать, на порог дома или предприятия и делает вакцину тем людям, которые этого желают, постоянно работает и с максимальным напряжением. Вот вроде бы много людей уже вакцинировалось, но цифры растут. Цифры растут. И, конечно, мы говорили о том, что наша цель 70% взрослого населения отвакцинировать в идеале к концу августа. Теперь мы видим, что возможно, что это будет где-то к середине сентября произойдет. Она, с одной стороны, для нас всегда считалась очень важным критерием, с другой стороны, когда пришел так называемый штамм дельта, с которым мы сегодня имеем дело, контагиозность или заразность которого, к сожалению, в полтора раза выше, чем предыдущего штамма, то 70% на сегодня уже кажется такой, так скажем, хотя и реалистичной, но недостаточной целью. Вопрос, который волнует многих, насколько нынешние вакцины помогают от нового штамма дельта? Ну, как мы уже знаем, и об этом много говорили ученые, что, к сожалению, эффективность этих вакцин ниже в отношении заражения вирусом. И при этом, что, опять же, ученые подчеркивают эффективность этих вакцин по отношению к ситуации, когда человек, так скажем, предохраняет себя от тяжелой формы заболевания, остается высокой и составляет 90%. Так что на сегодня можем сказать, что те вакцины, которые мы используем, в первую очередь направлены на то, чтобы защитить людей от попадания в стационар и от того, чтобы болезнь протекала по тяжелому сценарию. Ну, а что вы скажете об идее вакцинироваться в школах и в том числе в столичной мэрии? Как вам такая идея быть ближе к народу? Ну, я считаю, это замечательная идея, тем более, что мы тоже в этом активно участвуем. Лена Таллинская центральная больница принимает в этом активное участие. Все таллинские школы в данном случае пошли нам навстречу, и многие медицинские сестры, которые работают в школах, очень активно участвуют в этом проекте. Огромное им спасибо, все школы активно принимают участие. 10 школ будут задействованы в этом проекте 27 по 29 августа, и с 10 утра до 8 вечера будет возможность получить вакцину, причем не только детям, которые учатся в этих школах, не имеет значения, в какую из школ ребенок обратиться, но и также их родителям, а также тем, кто желает за компанию, грубо говоря, прийти и поучаствовать в этом процессе. Мы не будем никому отказывать. И помимо нас, также и Таллинская центральная больница участвует, Таллинская скорая помощь. Так что я считаю, что это прекрасное начинание, и замечательно, что такой пункт вакцинации открылся также в Таллинской мэрии, и работает там каждый день, и также с 10 до 8 вечера есть возможность получить вакцину. Я думаю, это очень хорошо. Разные вакцины мы предлагаем, причем в школах вакцину Pfizer предлагают, а если говорить о Таллинской мэрии, это вакцина Moderna. Наше будущее зависит от каждого из нас, какое решение мы сейчас примем, вакцинироваться или нет. Что вы скажете, если вот сейчас люди не будут вакцинироваться? Какое нас ожидает будущее? Это было уже озвучено много раз. Будущее не самое приятное, и в первую очередь это опять перегрузка системы здравоохранения. Это то, с чем мы можем столкнуться. Это раз. Это то, что будет, скорее всего, при перегрузке здравоохранения отменяться плановое лечение. Мы можем увидеть, к сожалению, опять повышенную смертность. Сегодня средний возраст человека, который попадает в больницу с COVID-19 68 лет. Но, к сожалению, видим, что молодеют люди, которые попадают в больницу именно за счет того, что они еще не отвакцинированы. И вот это главная проблема. Так что вакцинируемся этим, сбережем свое здоровье, сбережем нашу медицину. И плюс к этому сохраним достаток людей, потому что будет возможность держать открытым обществом. Спасибо за информацию. Успехов вам. Мы присоединяемся к призывам доктора Попова. И напоминаем, что у каждого есть возможность получить прививку там, где ему удобно. Например, как мы уже говорили, в мэрии. Или в столичных школах, где в выходные дни вакцинация будет идти полным ходом. О чем мы обязательно расскажем завтра.